Вопрос возникает, можно ли сжечь книги. Мне кажется, что не только можно, но и нужно. Потому что все это макулатура. Макулатуру можно перерабатывать, но кто сейчас озаботится тем, чтобы забрать у меня макулатуру. Вот у меня два мешка книг, которые утратили всякую актуальность, а некоторые должны быть ритуально сожжены. Я потихонечку тут буду брать, смотреть. Может быть, что-то такое любопытное будет с этими книгами. Вот «Наставление о проверке соблюдения прав и свободы законных интересов граждан, деятельности органов внутренних дел». Бесполезная книга, нет никаких прав, никаких свобод. «О человеке в мире» целая книга. Тираж, интересно, какой человек в мире. 500 экземпляров. Получилось, хорошо будет гореть, наверное. Или наоборот, плохо мелованная бумага, плохо горит. Так, духовное измерение в современной политике. 2003 год. Прошли те дни, когда это имело актуальность. Сейчас никакой духовной политики нет. Разделение властей и парламентаризм. Актуально было в 92-м году. Сейчас, ну, абсолютно. Какое разделение властей? Ни парламентаризма, ни разделение властей. Вот книжка Александра Лебедева. Банкир. Диагноз. Лесбор голосов под прицелом городской власти. 2004 год. Ну, была возможность сместить Лужкова, заменить его Лебедевым. Ну, и граждане, дураки, не проголосовали. 10 тысяч экземпляров. Все, я давно с Лебедевым самим не встречался. Он утратил всякий интерес к реальной политике. В топку. Толстая книга. В чем обвиняют Югославию? Ну, наверное, хорошая была книга когда-то. Можно было ее читать. Ну, все, больше нет Югославии. И не будет уже никогда. Время прошло. Время. Время убивает всякие перспективы. Поэтому, наверное, надо Югославию защищать. Только не осталось Югославии и Югославы. Сербы сами, в общем-то, отступились. Какие-то мои бумажки. Тоже неинтересно. Про право на оружие. Хорошая была книжка. Нет у нас права на оружие. Как и на все остальное. В топку. Наше дело правое. Победа будет за нами. 2003 год. Не будет за нами победы. Если с таким темпом мы будем относиться к своей собственной стране, собственной истории. Если будем вот так ее сдавать, продавать. Вот тут исламистские материалы. Когда-то против исламизации России была кампания. Ну, что-то... Власти просто ее затоптали. Они же пособники. Вот материал ДПНИ. Старый какой-то. Все, нету ДПНИ. Национальная политика. Уроки и опыты. 2002 год. Владикавказ. Нет национальной политики в России, потому что единственная политика это уничтожение нации. Вот все, чем занимаются в Кремле. Уничтожением нации. А нация может быть только русской. Это 1993 года материалы. Они использованы. Больше они уже никогда не понадобятся. Что тут еще? Цивилизации и культура. 1994 год. Бессмысленно. Практическое руководство для соотечественников, чтобы вернуть гражданство. Эта подлая система гражданства не дала. Вот это 2006 год. Вячеслав Мальцев своими корявыми строчками рассказывает, как он будет бороться с партией «Единая Россия». Вместо того, чтобы бороться, сбежал из партии «Великая Россия» и устроил индивидуальный проект «Русские, казахи, Алтай». Все. Казахстан вы отдали, господа хорошие. Немцов. Независимый экспертный доклад. Десятый год. Тоже уже все. Немцова. Ничего нет. Белая книга. ЕГЭ. ЕГЭ. Боролись-боролись. Толку никакого. Власть хочет, чтобы у нас была эта система ЕГЭ. Так. Материалы партии «Родина». Нет «Родины» больше и не будет никогда. Материалы ПЗРК «Русь». Нет такой партии. 2008 год. Толстый такой русский сборник исследования по истории России. Том 3. Том 3. Ну да. Международный, подкремлевский. Не годится. клуб «Реалисты» Нина Жукова. 2008 год. Не подходит для того, чтобы сохраниться в будущем. На выброс. тем более, что Нина Жукова уничтожила полторы тысячи экземпляров. Моей книжки просто так. Просто потому, что ей захотелось. Или кто-то там в Кремле подсказал. Кавказ конца 20-го века. Тенденции этнополитического развития. Тенденции этнополитического развития. Фух. Всплакнуть только от этого. Над этим. Нет никакого этнополитического развития. А если оно и есть, то это сепаратизм. Уничтожаем. Возрождение России. 93-й год. Христианская демократия. И просвещенный патриотизм. Политическая декларация социал-патриотического движения «Держава». 95-й год. Давно прошло. Государство, право, межнациональные отношения в странах западной демократии. Тогда можно было изучать. 93-й год. В топку. Вот это мне дарил книжку губернатор Псковской области Евгений Михайлов, с которым мы вместе были депутатами Моссовета. Бремя имперской нации. Удалился из губернаторов. И все. На этом все закончилось. Никому не интересно. Какая-то техническая литература. Так. Митинг памяти погибших в Беслане. Предали даже убитых детей. И то, господа. Всех их предали. Смотрим, что тут еще. Фу. О, разлетается как. Ветерок. Ветер истории сдувает это все. Напрочь. Россия и санитарный кордон. Издательство Европа под Кремлевское. 2005 год. В топку. Федерализация Украины. Тоже издательство Европа. Никакой федерализации. Просто устроили вместо этого войну с Украиной. В топку. Оборона России. Генерал армии Николаев. 2003 год. Не сработал генерал Николаев. Ничего не смог сделать. Бессмысленная книга. Никому все это не нужно. Либо ты политикой занимайся. Тогда пиши книги о том, как ты занимаешься политикой. А если не можешь, ну, иди на покой. Вот так генерал Николаев ушел на покой. Сейчас и никто не вспомнит, кто это такой был-то. Исламские ориентиры Северного Кавказа. Алексей Малашенко. Ну, такой про-кремлевский, про-исламский. Тоже старая уже книжка в топку. Против фашизма. Снова издательство Европа. Советские прибалтийские дивизии в Великой Отечественной войне. Бессмыслица. Отдали Прибалтику просто так. И все. Что тут еще? Союз русского народа в борьбе за Россию. Нет, Союза русского народа. Доклад о положении российских соотечественников в Литовской республике 2002 год. Бессмыслица. Предали соотечественников. Вот так и живем. Страна предателей. Во власти предатели. Граждане не возражают. Вон. Лупа откуда-то выпала. Так, вытаскиваем. Сюда только полмешка израсходовал. Федерализм. Энциклопедический словарь. Категорически выбрасываем. О ходе исполнения закона РССР. О реабилитации репрессированных народов. Ничего более антигосударственного никогда не было. О ратификации конвенции о коренных народах. Да, только русские не стали преданным коренным народам. В топку. Северный Кавказ. Проблемы междунациональных отношений. Это все издательство Государственной Думы. В топку. Проект федерального закона о защите прав национальных меньшинств. 96-й год. Собаки. Так, про Павла Хлебникова. Очень жаль. Был убит журналист. Но тоже все прахом будет. Единое экономическое пространство. Беларусь, Казахстан, Россия, Украина. 2005-й год. Вчерашний снег. В топку. Так. Далее. Русиные и межвоенные Чехословакии. Никому русины не нужны. И русские никому не нужны. Про бездомных целая книжка. 2001-й год. Население России. Неактуально. Послание президента Российской Федерации. 2006-й год. Ну, тут ритуальная казнь должна быть. Проект Конституции Российской Федерации. 92-го года. Проект Конституции. Ну, тот, который в общем не пошел в дело. Да уже бессмысленно даже об этом и думать. Конституция Российской Федерации. Где-то у меня была, но пусть останется. Ладно. Ельцин. Россия. Человек. Семья. Общество. Государство. Программа действий. 96-й 2000-й год. Все вранье. Размышления о судьбах казачества. Пустяки. Что там дальше-то? Так. Зюганов. Россия. Родина моя. Идеология государственного патриотизма. Все наврал. 101-й фактор Российской Федерации. Не актуально. Модели стабильности Черноморско-Кавказского региона. 2006-й год. В конференции какой-то я участвовал. Полная фигня. Горячая молодежь России. Про молодежный. Меня автор подарил. Ну, жалко. Все это уже ушло давным-давно. 2006-й год. Больше десятилетия прошло. И лидеры уже не те. И молодежь уже совсем другая. Неизвестно, чем она будет заниматься в ближайшие годы. Останется ли у нее Россия Афганистан, на Джабула. Все понятно. Прошлое не вернуть. Афганская страда. Беларусь, Россия. Строительство союзного государства. Предал Путин союзное государство. Не будет его. Вот книжка библиотека Конгресса русских общин. 99-й год. Нет Конгресса русских общин. И не будет уже Туркменская трагедия. Конечно, трагедия. Наша русская трагедия. Только не помнит о ней никто и не желает знать. Россияне. Если бы были русские, бы помнили своих. Это россияне. Что им? Им хоть кол на голове тиши. Кроме бабла, ничего. Байкал, козырной туз России. Уже продажу начали. Никому дела нет. Это тоже так. Подарочные издания. Политические причины глобального экономического кризиса. Неинтересно, потому что все это реальной политикой не является. Так. Высыпаем. Первый мешок завершается. Так. Без русского языка не будет России. Коммунистическая партия. Партия предателей. Конечно, не будет России. Вот. Внешняя политика нового века. Про и контра. Хороший был журнал. Давно не актуально. Конференция научно-образовательная политика. Понятно, какая она. Об этом уж говорим постоянно. Снова про и контра. Внешняя политика. 91-й, 2000-й. Прошло все это. Так. Независимая Абхазия. Какой год-то? 2007-й. 10 лет прошло. Абхазия независима. Что толку? Ух, толстая книжка о Южной Осетии в коллизиях российско-грузинских отношений. Издательство Европа. Про Кремлевское. В то время уж точно. Все, Южная Осетия, ее можно было бы объединять с Северной. Ну, кому это надо? Ни граждане этого не требуют. Ни власть к этому не стремится. Потому что их дело только бабло пилить. Что тут еще, господи? А вот это почему я на Тан? Так. Что-то тут опять про Россию. 2010-й год. Еще тут что-то. 99-й год. Все старенькое. Атлас мира в нынешнем состоянии. Бессмысленно хранить. Родина, здравый смысл была такая партия. Программа. Ничего не сделали. Программа была одна. Жизнь стала другой. Снова про и контра. Регионы и центр России. Про и контра. Все туда же. Зюганов, держава. 94-й год. Предал ты Зюганов державу. Проблема безопасности. Про и контра. Так, ешкин кот. А, вот я наглотаюсь, наглотаюсь я дыма отечественной политической литературы. Кому она, к черту, нужна? Уж гражданам не нужно. А я все это и так знаю. Мне эта вся литература, хранить ее. Мне надо место освободить для Достоевского, Короленко. Эгоизм власти Юрий Лужков. Точно эгоизм власти. Уж кто? Кто такой уж эгоист. Еще какая-то книжка. Государство суверенной бюрократии. Такая бюрократия, блин. Я вот думаю, что, может, мои книжки тоже кто-нибудь сожжет, потому что утратили они актуальность. Хотя я считаю, что они в какой-то мере являются летописью российской политики. Но может быть, тоже надо уже все это выбрасывать, потому что все это бесполезно. Граждане превратились в скот. А скоту? Зачем вся эта литература? Зачем вся наука? Трансграничный терроризм. Издательство «Наука». Какой год? 2006 год. Не актуально. Терроризм не трансграничный. Он организуется здесь. Одни и те же люди занимаются борьбой с терроризмом. И его организацией. Про Венесуэлу тут что-то. Ну, кому это нужно, граждане хорошие? Никому. Я еще почему всем этим занимаюсь? Почему занялся этим? Я больше не буду заниматься проблемами СНГ. 10 лет прошло. Перед этим не меньше 15 лет я занимался проблемами российских соотечественников. В Думе занимался проблемами российских соотечественников. Пытался навязываться Кремлю с тем, что у меня есть там идеи, опыт и так далее. Ну, 10 лет прошло. Все уже. Я уже этим заниматься точно никогда не буду. И Кремль этим не занимается. Им это абсолютно неинтересно. Абсолютно. И тема воссоединения страны, тема выстраивания отношений с ближней периферией. Все абсолютно чуждо этой власти, которая признает только проекты всяких распилов. Но коль так, ну, что же делать? Граждане тоже этим абсолютно не интересуются. Никакой солидарности граждан с соотечественниками нет. Сами соотечественники, можно сказать, униженные. Их организации разгромлены. Кремль их предал. Поэтому бросаем все в топку. Все эти стратегии, вот у меня тут в руках, стратегии безопасности России. 90-е годы. Не хочет гореть. Ведь не хочет, не лезет в костер. Не лезет. Ну, все равно сгорит. Контуры новой Российской империи. Какие графики, хрень знает. Россия в условиях глобального кризиса. 9-й год. Тоже все. Все это пустое. Русский мир. Давно уже бродило это. Даже вот журнал называется. Русский мир. Но он какой-то тут. Опять 2001 год. Вопросы национализма я даже не читаю. Существует журнал. Национал предателей. Пусть горит. Геоидеологическая парадигма. Тоже древнее какое-то. 94-го года. Неинтересно. 94-й год. Славянские народы на Северном Кавказе. Предали вы их граждане. Голосуя за Путина и всякую прочую сволочь. Не будет у вас ни Кавказа. Ни России у вас не будет. Родины у вас не будет. Вы не боретесь за нее. Русская идея и современность. 91-й год. Ну, кто будет? Это уже не современность. Это уже прошедшая история. 95-й год. Русский вопрос. Проблемы национальной и международной безопасности. Ничего этого не будет. Обновление России. Трудный поиск решений. 96-й год. Хватит уж обновляться. Пора бы как-то своей историей заняться. Никто не хочет. Мобильные неуязвимые вооруженные силы. Обзор оборонной политики США. По Сунь Цзи и так далее. Своей надо заниматься оборонной политикой. Идея соборности и славянофильства. Никому не интересно в современном мире. Это то, что называется современная Россия. В России, в этой РФ и русский дух, русское государство. Власть в России. 96-й год. Простенькое такое название. Власть в России. Так, подтягиваем. Осталось немного. Ну, тут где-то мешок сильно уже поредел. Так, Баку, Тбилиси, Джейхан. Кому надо писать такие книжки, я не понимаю. Они заканчивают свое существование быстрее, чем распродаются. А может, и не распродаются. А все это издательство Европа. Перспективы Восточной Балтики. Какие перспективы? Для нас никаких перспектив нет. Пока народу на все наплевать. И пока власть у нас антинациональная. Ну, тут у меня какие-то бумажки по антропологии. Уже все это давно использовано. Краниометрия. Это ксерокопия. Статус российского императорского дома Романова. 2009 год. Умничение людей, которым... В общем, на монархию абсолютно наплевать. Вот они... Даже огонь их не хочет брать. Эти бумажки мы тоже туда же сейчас отправим. Но сначала книжки. Сначала книжки. Так, 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 так. Доклад по поводу воровства Лужкова. В то же время прошло. Лужков неуязвим. Кондопога. Все забыли Кондопогу. Все. Все забыли. Я про Кондопогу написал. Неоднократно писал. Выступал. Граждане все забыли. Те, кто не помнит ничего о себе, о своей стране, они эту страну потеряют. Имперский курьер тоже стародавнее какое-то издание, бог знает, 2005 года. Все уже. Красивое какое издание. Экономические стратегии между укладами. Красиво очень. Журнал имперец на мелованной бумаге. Империя. Кому она нужна в современной России? Власти не нужна. Народу вообще ничего не надо. Роль государства в развитии общества. Надо сжигать. Кто в Прибалтике коренной? Все. Больше нас нет там. На Ниве Христовой. Памяти Патриарха Второго. Это разве церковь? Это разве патриархи? Да полное безобразие. Надо прощаться с этим прошлым. Прошлое не вернуть. Были моменты, когда страну можно было воссоединить. Я положил на это много сил, но моих сил недостаточно. Если во власти предатели, если народ сам себя в предателя превратил. Правда, о Приднестровье тоже предано. Десять раз предано Приднестровье и народам русским, или уже пострусским, и властью пострусской. Историческая правда и украинофильская пропаганда. Когда-то было это интересно. Конгресс русских организаций Украины. Нет ее. Про Испанию почему-то книжка какая-то. Практическая русская идея. Русские идеи написаны книги прекрасных авторов, чтобы кто-то еще брался за это. Чечня. Боль России. Путь урегулирования. 2003 год. Никакого урегулирования. Бабурин. Во имя Родины и Свободы. Такой красивый. Сейчас такой толстый, неприятный. 2003 год. Кто дашь ее в качель. Ну что тут? Мешок редеет. Смотрим дальше. Административный ресурс в избирательных компаниях. Ну тут разоблачительные вещи нужно публиковать. А такие благоглупости. Ну вот к чему, не знаю. Это уже никогда ни никем не будет прочтено. КПРФ. Седьмой съезд. Вон мне как аж захватилось. 2001 год. Давно валялось. Давно надо было жить. КПРФ. Отчет фракции КПРФ. 99-2003 год. Чем вы можете отчитаться, господи? Такие же соучастники этого режима. Миронов. Тревоги и надежды России. Чего он знает о России, о тревогах? Ничего. Политико-психологический анализ. Ура. Программа обновления гуманитарного образования в России. Не будет никакого обновления, никакого образования. Диалоги культур, права человека. Какие права человека? Страх перед силой. Немцы, их внешняя политика. Ужас. Это у нас страх перед силой. У них-то не такой, как у нас. Русские в странах Балтии. Преданы. Больше никто не будет бороться за них. Курилы, северные территории, подготовлены к передаче Японии. Не сомневаюсь, что они это сделают. Ух ты, какие-то толстые книги пошли. У меня какой-то доклад. Вот тут пояснения в связи с информацией, изложенные в письме. А, это наши попытки зарегистрировать партию «Великая Россия». Это парадное издание, административно-командное. Мне такие издания даром не нужны. Пусть горит ярким пламенем. Ещё тут что-то. Переписка с Нургалиевым. Генеральный директор ООО «Мендель». ООО «Мендель». Да, общество с ограниченной ответственностью. Ну, тут какие-то тоже мои тревоги давних времён. Может быть, тоже сожжено. Советско-японская декларация 1956 года. Проблемы национальной безопасности России. То же самое. Это всё предано и всё продано. Поэтому хранить это всё дело совершенно бессмысленно. Этим я уж точно никогда заниматься больше не буду. Десять лет прошло. Больше десяти лет. Как всем этим заниматься? Вот в таких условиях, как сейчас. Ну, как-то ещё можно политикой заниматься. Но некоторые проблемы, они доведены Путиным и его шайкой до такого состояния, что уже и бессмысленно заниматься. Ну, заниматься можно только получив полномочия. Мне всё ясно в этих проблемах. И по Курильской проблеме тоже я... По Курильской проблеме писал законопроект. Выступал. Никому это не было нужно. Ну, это тут так. Бумажки даже рассматривать не буду. Но это вот по антропологии. Когда-то я занимался. Больше не буду заниматься. Не до того. Некогда время прошло. Интереса ни у кого нет. Вот книжку. Одна книжка распродалась. Дальше зачем? Валканы. Сегодня и завтра. Наверное, хорошая была книжка. Только давно это всё было. Сербы преданы. 2001 год. С цветными фотографиями. Красиво. Российский миротворец. Всё вы предали. Ельцин с Путиным. И граждане тоже к этому присовокупили свою позицию. Ничему не противостоять. Верить этой поганой власти. Ельцин от рассвета до заката Коржаков написал. Всё уже. Написал вроде по-честному. А продолжил так же, как и жил. Разговоры с Владимиром Путиным. От первого лица. Враньё от начала до конца. Поэтому пристраиваем к огню. Туда. К познанию России. Российский военный сборник. Обалдеть. Чего только не скажут. К познанию России. Да что ж ты будешь делать-то. Не хочет гореть. Прыгает. Ну заставим всё равно. Куда денешься. Ещё раз к познанию России. Только следующий выпуск. Мы что-то всё познавали, познавали. От России ничего не осталось. Лучше бы воевали. Раз военный сборник выпускают. Наверное, военные какие-нибудь умничают. И сейчас тоже полно таких умников, которые пишут всякие стратегии. За Россию надо сражаться. Ну хотя бы публицистикой. А вот эти умничания. Ерунда всё это. Мы народники. Библиотека народной партии. Где такая партия? Даже уже не помню, что была такая партия. Государственно-образовательная политика. Опять. По-моему, ещё один лишний экземпляр у меня. История Абхазии с древнейших времён до наших дней. Казахстан. 2001-2002 политический кризис. Ну, надо было бы воспользоваться. А кому только воспользоваться. У России нет внешней политики. Вообще никакой. Все эти россказни, что там Россия, что-то самостоятельно. Да ничего этого нет. Так. Союз правых сил какая-то бумажка. Неинтересно. Россия, Европа. Некоторые аспекты. Центр Карнеги. Даже её. Ух ты, отчёт. Депутата Райкова Геннадия Ивановича. 2003 год. Город Тюмень. Предатель. Типичный предатель всего, что только можно представить себе. Всей своей жизнью и избирателей. Жизненная стратегия человека в современной России. Чё это такое-то? Материал первого съезда партии жизни. Ой, господи. Ещё партия жизни. Программные документы. Даже вспоминать не о чём. Мировые институты и стратегические программы устав ЛДПР. Экспансия с юга. Остановим. Не остановили. Глазив как бы бедность в богатой стране, пошёл служить подонкам, которые нас превратили в нищих. Национальная безопасность. Клуб Реалисты. 2003 год. За честь России. За права простых людей. Ну да. Какие-то старинные бумажки. Фух. Ну, продымлюсь я сегодня. Зато полочки в дачной библиотеке освобожу. Ну, вот всё. Не так уж и много. Не так уж и много. Ага. О, дым, 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 дым. Туда, туда. Ага. Не так уж и много. И всё это сгорит. Через полчаса от этого вообще ничего не останется. А главное, я прощаюсь уже не первый раз. С политологией я простился, потому что не может быть науки политологии в условиях отсутствия политики. Путин всю политику уничтожил. В России политики нет. Раньше, например, не было только в Москве политики. Лужков всё уничтожил. Вот. Никакой политической борьбы, никаких общественных мероприятий, ничего. Сейчас вот что-то зашевелилось, но ничего этого в течение многих лет не было. А сейчас нет политики в России вообще. Ну, нет инструментов для того, чтобы свои идеи как-то пропагандировать. Нет научных подходов, потому что, ну, как научный подход в рамках изучения криминальных действий, и ныне действующих властей, которых, в общем, надо в наручники и навсегда на зону. Это единственное достойное для них место. Вот. Что делать? Что с ними делать? С этими вот книгами, которые являются прошлым? Ну, прошлым до такой степени, что к этим вопросам мы уже не вернёмся. Никогда не вернёмся. Потому что есть в политике никогда. Да, ну вот, землю отдали, и всё. И никто за неё не боролся. За землю России никто не боролся. А раз не боролся, то о чём может идти речь? Народ, уступивши свою землю, потеряет и ту, на которой живёт. Поэтому, не сражаясь за свои границы, за периферию, за русское население, которое там брошено было на произвол судьбы, мы свою землю потеряем. Но мы её уже потеряли. У нас нет ни собственности, ни власти. То, что называется государством, абсолютно нам чуждо. Если мы не хотим бороться за своё государство, за русское государство, то что нам сохранять материалы, связанные с той периферией, которая давно уже предана, которую мы уже давно уступили? Бессмыслица. Бессмыслица. Поэтому всё в топку. Все эти книги. Не стоит того, чтобы их хранить. Ну, потому что они просто сгниют на полках. А зачем это нужно? Будущие поколения как-то по-новому всё переосмыслят. И начнут бороться за геополитическое влияние. Если начнут, то, может, и не начнут. С каких-то других основ. Раньше была какая-то надежда, что сейчас Россия соберётся и начнёт снова призывать земли под свой суверенитет. Но Россия своего суверенитета лишилась. Поэтому некому призывать, некому сражаться за нашу страну. Пока не вызрит политический субъект, которому это надо, всё это макулатура, вся эта макулатура не нужна. А когда появится этот субъект, другая литература будет, другие условия, другие авторы, вообще другие основания для борьбы за Россию. Все прежние, можно сказать, отброшены. Ну, поколение предателей, что поделать. Мы переживаем, когда он, наконец, вымрет. И когда естественное чувство патриотизма, не возбуждённое вот этими подонками, которые сидят во власти, а естественное, которое само собой возникает у человека, который, ну, по крайней мере, думает о жизни своих собственных детей, потомков, о жизни государства, о его справедливом устройстве. Ну, вот раньше, чем вымрет советское поколение, мы не избавимся от всей этой идиотской мифологии, символики, которую использует КПРФ в очередной раз, будет использовать на выборах. Зюганов предатель будет восприниматься, как человек, как, ну, он же правильно говорит. Ну, это и Жириновский тоже. Они же правильно говорят. Иногда, не всегда, но они же, ну, смотри, как хорошо сказал. Вот. А что сделали эти люди? Это абсолютные негодяи. Это люди, которые сотрудничали с этим политическим режимом и были его инструментом для того, чтобы пудрить вам мозги. Они ничего не сделали, ничего не делали. Они не противостояли этой власти, они с ней сотрудничали. Ну, таким вот способом. Канализировали протестные настроения. Ну, кто тут за справедливость? Все КПРФ. Есть флаг КПРФ, все, Зюганов там, да. А кто вот за острое словцо, чтобы вот политика не превращалась в такую рутину скучную? Ну, он Жириновский. Как он сказанul, как он против коммунистов сказал? Потом он как против единой – он даже против Путина может что-то сказать? Ну, замечательно. Только это наемник путинского режима. Раньше Ельцинского был, теперь путинского. Вот за таких негодяев продолжают голосовать. Говорят, идут президентские выборы. в следующем году я бы сказал так простой принцип простой ну вот доказывать его как-то к призывать даже странно нельзя голосовать ни за одного из тех кого вы сейчас знаете как несомненных кандидатов у кого вы знаете путин да да нельзя голосовать кроме вместо путина могут быть какие шойгу может быть у него популярность не нулевая медведев может быть вы же его избрали да по крайней мере никто не протестовал против того чтобы а ведь его избрали 2008 году может быть может быть какой-нибудь кудрин да ну он же экономист он же умные кремль его поддержит можно за него голосовать нельзя любой кто связан с этим режимом должен просто мысленно вычеркиваться зюганов нельзя сотрудник этого режима его удобный инструмент жириновский нельзя миронов не помните наверное уже кто это бывший представитель совета федерации председатель партии жизни которая превратилась в партию справедливая россия ни справедливости ни чести ни совести у этих людей нет заведомо и никогда не было ну что там всплывет какой-нибудь явлинский господи программ 500 дней не помните конечно соучастие в разрушении ссср и там соучастие в расстреле парламента в девяносто третьем году не помните конечно никому кто же будет помнить вот летают странички смотрите как прям к небу возносится все эти благоглупости все эти бессмысленные бесполезные мысли летают летают превращаются в пепел так и наша жизнь превращается в пепел но если считать что ты умер и на этом вселенная завершила свое существование то наверное жизнь лишена всякого смысла а если за этим что-то стоит то есть вот за этим пеплом что-то есть если эти идеи которые в этих книгах высказаны имеют какое-то значение то утрата этой литературы не стоит ничего ничего никому она ничего не открыла никакой истины если это истина существует помимо авторов помимо этих книжек помимо этой бумаги то есть какой-то шанс есть какой-то шанс что эти идеи воплотятся в жизнь если нет ну тогда все благоглупости для будущих историков а им вот эти груды литератур кто в них будет разбираться кто будет в этот вчерашний снег раскапывать я потому вот и написал несколько летописей 90-х двухтысячных годов потому что ну никто же не пишет никому не интересно создавать какие-то фундаментальные сочинения где детализация есть текущей истории поэтому я думаю что даже будущие историки не задействуют вот эти груды литературы потому что даже наука гуманитарная вот общественно-политической в той форме в которой она существует не имеет никакого смысла никакого смысла и занимаясь многие годы даже десятилетия проблем соотечественников снг я вижу что все мои усилия пошли прахом вот этот прах мы сейчас и видим в него превращаются эти книги я не буду больше этим заниматься потому что и русское население сдалось так называемом ближнем зарубежье на постсоветском пространстве и власть дело только то чтобы уничтожать соотечественников наконец народ не воспринимался отечественников как часть часть себя как часть собственного народа и не боролся не за суверенитет россии независимости от олигархических кланов ни тем более за воссоединение с соотечественниками ну да вот 99 году конгресс русских общин плохенький конечно был тогда но вышел на выборы кто за него проголосовал ну должны были проголосовать 90 процентов если бы действительно было желание воссоединять страну единственная организация которая вышла на выбор и ставила эти вопросы русский вопрос но единственная за все время организация со словом русский которая вышла на выборы и кто за нее проголосовал за путина побежали голосовать потому что он сказал единственную фразу мочить сортире ну так всем это понравилось ну что народ совсем дебил но если Если дебил, тогда дебил у дебилова, тогда дебил у рабства. Так оно и получилось. Путин только усугубил ельцинское рабство в России и только усугубил русофобию. Вот сейчас мы боремся с русофобией. А кого это интересует? Власть интересует только с точки зрения подавления всякого русского движения. Они сами русофобы, поэтому они борцов с русофобией ненавидят. А граждане? А граждане ведь тоже ненавидят. Мешают им вот эти люди, которые все время им напоминают, что надо быть русским в России, что Россия русская страна, что при всем благостном отношении к другим народам надо прежде всего помнить о своих, помнить о том, что Россия русская и обеспечивать русскость России, чтобы она была хоть чем-то, каким-то субъектом. А сейчас она не субъект. Субъект это вот эта шайка путинская. А Россия, русский народ, не субъект. Не стал субъектом он и не отвоевал Россию и не воюет за Россию. Когда-то, может быть, волна поднимется, но сейчас он не поднимается даже вот накануне этих выборов треклятых 18-го года. Мы видим едва-едва какое-то оживление, и то каждый сам за себя, каждый свое протестное движение формирует. Может быть, его удастся как-то сплотить, сколотить в какую-то силу, но ведь достаточно власти пальчиком пошевелить, все это развалится. Да даже если это и вырастет, потом ведь всех этих лидеров всех скупят. Легко, как скупали и национал-патриотов, как фактически убили всякую избирательную кампанию. Ну, потому что граждане реагировали на политтехнологии и сейчас реагируют на все эти информационные войны. А вот эти книжки, они же тоже часть информационной войны. Они отвлекают людей от борьбы, особенно авторов. Вот они пишут, 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 они думают, что они ученые. Ну, так что толку? Ты ученый, но ты абсолютно выпал из времени. Ты не связан с этим временем, не связан с теми проблемами, которые мучают, буквально мучают народ и страну. И весь мир. Тогда зачем все эти книги? Зачем? Ну, такие проблемы, которые сохраняют свою актуальность, они в крупных литературных произведениях есть, которые являются классикой, русской классикой. Ну, лучше прочитать. Вот я сжег тут, ну, не знаю, штук 200 книг. Ну, давайте лучше мы прочтем 200 книг действительно достойных, которые во все времена нам подходят. А те, которые временные, ну, вот они пожили какое-то свое историческое время, а теперь вот подлежат уничтожительной критике огня. Или уничтожительной, уничтожительной скорее. Потому что, ну, были достойные авторы и правильно темы поднимали. Но все это закончилось, все это закончилось, потому что сместить русофобскую власть не удалось. Не удалось. И пока она сама себя не сожрет, вряд ли мы что-то сможем сделать. Она начинает себя пожирать, но процесс идет медленно, и социальные системы рушатся медленно. Наша жизнь заходит в тупик, но, может, еще лет на 10 хватит. Наглотался тут я этого дыма, продымился всем этим безобразием. Но это освобождение. Освобождение не только книжных полок, но и освобождение сознания. Надо заниматься чем-то другим. Вот СНГ и соотечественники – это тема, которая перестала быть актуальной. Да, я навязывался Кремлю, пытался получить какую-то государственную должность после того, как закончил работать в Государственной Думе. Но никому это было неинтересно. Никому это было неинтересно. Когда в Думе работал, тоже навязывался с этими инициативами, выступал. Да хотя бы давайте хоть декларативно объявим, что мы готовы к воссоединению с Украиной. Был повод, мне тогда председатель комитета, в котором я служил по делам соотечественникам, по связям с соотечественниками и делам СНГ, Кокошин, где-то ведь доживает свою политическую жизнь. Сказал, ну я тоже, с трибуны сказал, я в общем-то тоже за это, но не ко времени. Ну вот не ко времени. В результате вместо вот таких деклараций получили войну с Украиной. И беспрерывную антиукраинскую пропаганду. Ну там антирусская, здесь антиукраинская. Такие гнусники вот этим занимаются. Как только их Господь Бог терпит, не знаю. Наверное, нам в наказание эти люди находятся у власти. И что-то там продолжают писать. И ну просто изничтожают нашу страну. Да, современными методами информационными. Народ дурак, все это дело хавает. Антиукраинские настроения уже норма. В нашей жизни. Хотя должны быть антипутинские настроения. Вот это должно быть нормой жизни. Не правда ли? Для того, чтобы политический режим изменился, прежде всего путинская шайка должна уйти из власти. Вот я, может быть, над этим еще какое-то время поработаю. Но это тоже, нельзя свою жизнь вот так прожигать. Вот она, прожженная жизнь. Конечно, для меня это часть судьбы. И я от нее не отказываюсь. И не считаю, что все это было бесполезно. Это была борьба, которая проиграна. Она проиграна целиком и полностью. И какие-то другие люди с другими инструментами, с другими доводами, другими технологиями будут бороться за национальный суверенитет России и за влияние так называемым ближним зарубежья, которое стало уже давным-давно дальним. Путин ведь всех превратил во врагов. Ну, он враг своему собственному народу. Ну, то есть, собственный народ у него не знаю какой, но явно не русский. Он враг русского народа. Ну, поэтому он враг и всех остальных народов. Какие могут быть у него добрые чувства к соседствующим с нами странам, а тем более к русским, которые там живут? Да никаких. Я думаю, что реально борьба за русских за рубежом, за соотечественников, за единую государственность, за высоединение возможно. Но только после того, как 90 или даже 99 процентов проклянут путинизм и когда во власти будет официальный анти-ельцинизм, анти-путинизм. Когда бульдозерами снесут этот Ельцин-центр, а ведь наверняка построят и Путин-центр, когда Путин будет заклеймлен как самый распоследний преступник, когда будет состоиться публичный суд над его приспешниками, даже если он отойдет в мир иной, когда изымут всю их собственность, когда вся их подноготная будет опубликована. Вот такое расследование, когда пройдет, когда Россия откажется от олигархии, от олигархического режима, тогда, может быть, она начнет бороться. Но может быть и совершенно другая судьба. Фактически у русских больше нет государства, нет России, вывеска России еще есть. Я уже давно говорил, что можно вывеску-то повесить любую, но это не будет Россия. Ну вот это уже РФ, это уже не Россия. И те, кого называют русскими, уже трудно называть народом, потому что государство свое профукали, власть абсолютно антирусская во всех аспектах. Можем ли мы считать, что это народ, который мы сейчас видим в качестве избирателей? Да никакой это не народ. Народ на такие выборы просто не пойдет. Народ выйдет на баррикады. Ну, на баррикады он уже не выходит. Это так вот, молодежь погулять выходит и посмотреть, в приключениях поучаствовать. Богатенькие родители заплатят штрафы, которые путинский режим выпишет. Ну, вот такими пустяками разве интересно заниматься? Нет. Интересно заниматься фундаментальными задачами, фундаментальными идеями, которые начинают распространяться среди людей. Ну, там, Платон, Аристотель, вот фундаментальные идеи. Они вечные. Они вечные. А вот это, это временное. Ну, временное. Пусть истлеет раньше, чем истлеет бумага от естественных причин. Ну, это же тоже естественные причины. Естественное движение разума, которое освобождает место для более продуктивных, более современных идей. Или для фундаментальных идей, которые мы можем исследовать для будущих поколений. Эти-то поколения безнадежные, им вообще ничего не надо. Ни России, ничего русского им не надо. Ни Платон с Аристотелем. Ничего не надо. Ну, раз так, для будущих поколений можно поработать. В общем-то, успешность деятельности ученого определяется вовсе не его оценкой нынешним поколением. Может быть, какие-то следующие поколения заинтересуются. Ну, естественно, что подавляющее большинство ученых так и остаются безвестными и для нынешних поколений, и для последующих. Ну, на этом фундаменте, может быть, вырастают какие-то люди, способные создавать научные трактаты неприходящей ценности. Вот махнул, тут еще вылетела книжка «Манифест партии «Единая Россия». Ну, понятно, что даже читать не стоит сплошное вранье. Ну, вот я думаю, что на этом мы закончим. Предоставим возможность костерку догореть, предоставим возможность книгам истлеть. А у нас освободилось место на книжных полках. Мне туда есть, что поставить. Не в мешках же держать русскую классическую литературу. Вот мы ее туда и водрузим на эти полки. Ну, килограмм сто книг точно сегодня преданы огню. И я думаю, что это для всех этих книг можно рассматривать либо как казнь для всей лжи, которая в них есть, а для каких-то достойную кремацию. Кого-то я с позором проводил, кого-то, на кого-то, может, внимания не обратил. Кому-то вспомнил, как о людях, по крайней мере, неглупых. Ну, и тут задумываешься, конечно, о смысле жизни. Куда денутся твои книги, если их не покупают больше, чем, скажем, 3000 экземпляров. А то и тысячи экземпляров расходятся очень долго. Ну, наверное, этому поколению мои книги не нужны. Может, их тоже кто-нибудь бросит в костер. Да и ладно. Сейчас, слава богу, есть электронные форматы. В электронном формате, в электронный книжный магазин я поставил. Там, наверное, десяток книг, может быть, еще поставлю. Может, все поставлю, а может быть, часть. Вот они там сохранятся. Вот и те, кто писал эти книги, имеют эту возможность. Но если они не хотят ей пользоваться, ну, это их дело. У меня даже подвал на даче не резиновый. Я не могу столько книг хранить. Тем более, те, которые уже никто никогда не откроет. Ни я не открою, уж последующие поколения точно. Отнести к мусорным бакам эти книги, чтобы кто-нибудь их там разворошил, я считаю недостойным. Вот. Я сам принимаю решение по поводу книг, которые у меня находятся в библиотеке. Что с ними делать? Были бы книги достойные подарка, я бы кому-нибудь подарил. Ну, нет людей таких, которые занимаются этими вопросами. Я их не знаю. Ну, не знаю, поэтому и спалил все это дело. И, конечно, смысл состоит в том, чтобы понимать, что эпоха закончилась. Вот 90-е годы закончились, 2000-е годы закончились. Хотя 20-й век, как я думаю, все-таки продолжается. И вот все глупости, от которых, может быть, многие из этих книг пытались уберечь, текущее поколение, живущее ныне поколение, все эти глупости продолжают действовать. Продолжают действовать. Весь этот сталинизм, коммунизм, социализм, либерализм. А правит-то варьё. А вы своими идеями давайте упивайтесь. Голосуйте за Зюганова, за какого-нибудь Явлинского или хрен собачий. А власти собственность будет в руках у подонков. Вот поэтому не партийное строительство, а строительство мозгов. Вот что нам нужно. Как мозги построились, то партии возникнут автоматически. Вот наша партия Великая Россия, я-то надеялся, что как снежный ком сейчас мы накатаем. Ну, популярны же идеи национально-патриотические. Всё, мы продумали все детали, написали кучу концепций, коротких таких, как «Выстрел». Программа такая мощная. Создали ещё коалицию «Русский национальный фронт». Ну, казалось бы, приходи до работы. Из тех, кого беспокоит судьба России, мы надеялись, что мы наберём многочисленных соратников. Тем более, что никаких вождей, хозяев мы там не предусматривали. Но нет, нет, мы так и остались небольшими группами, как некий проект. Мы существуем, как люди, как документы, как организации. Мы существуем. Но это существование. Это не движение к победе. Мы стремимся к ней, конечно, но нас очень мало. Нас очень мало, а вы, те, кто считает себя русскими, не приходите, вот, начинаете всякие книжки писать, там, в интернете рассылать, всякие там доклады, благоглупости. Но если вы занимаетесь какой-то темой, её надо фундаментально исследовать и написать тогда фундаментальный труд, может быть, один за жизнь. Но если вы этого не умеете, то вы просто занимаетесь ерундой. И вот такой ерунды ко мне на почту приходит, ну, просто какой-то поток шизофренический. Конечно, я это всё выбрасываю, иногда так мельком читаю. Думаю, очередная чепуха, вот, подлежащая истреблению. Как и книги в этом костре. Ну, сейчас проще одним кликом истёр. Правда, и производить это тоже проще, к сожалению. Вот, фундаментальных знаний нет, но люди хотят быть какими-то философами, называют себя философами, присваивают себе какие-то там степени несуществующие. Считают себя мудрецами, а на деле оказываются дураками. Вот, ещё других дурачат, необразованных людей. Вот такая печальная ситуация, но, с другой стороны, она и перспективная. Избавившись от прошлого, мы, может быть, будущее построим. Ну, от прошлого дикого, вот этого вот, прошлого бессмысленного, избавившись от информационной помойки, может быть, мы проникнемся каким-нибудь озарением, которое освещало ум людей в прежние эпохи, да и в эту эпоху, может быть. Ну, просто мозг, забитый информационным мусором, ничего рождать не может. От него надо избавляться. Информационный мусор требует фильтрации. Особенно сейчас, когда беспрерывно что-то эти тексты пишут, переписывают друг у друга, даже не замечая, что воруют какие-то идеи, а чаще всего воруют не идеи, а какую-нибудь чушь собачью, и считают, ну, это же всем известно. Ну, всё, заканчиваем. Пусть костёр догорает, а мы пойдём заниматься фундаментальными проблемами истории, философии и современной жизни людей.